Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала строительства газопровода отвода Ржев-Оленина-Нелидова-Западная Двина. Его протяженность составит более 150 километров. Это позволит обеспечить голубым топливом юго-западные муниципалитеты Верхневолжья. За стартом работ наблюдала Наталья Чекет. Историческое событие для Тверской области. В деревне Миронова Ржевского муниципального округа Данстар строительство газопровода отвода Ржев-Оленина-Нелидова-Западная Двина. Прихода голубого топлива жители этих муниципалитетов ждали ни много ни мало более 30 лет. Еще в 1989 году был принят документ о газификации населенных пунктов Калининской области. Однако в 90-е годы прошлого столетия работы приостановили. Газ для нас, для жителей Нелидовского округа, это большое подспорье. Мы этого всегда ждали и ждем. У нас, поскольку отопление на мазуте, отопление у нас, ну скажем так, по городу, когда зима, довольно-таки приличные суммы внушительные платим. Поэтому мы надеемся, надеемся, что будет в платежках меньше суммы. Участие в старте строительства приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Государственной думы Владимир Васильев и генеральный директор Газпром Межрегионгаз Сергей Густав. Завершающий этап газификации Тверской области – это юго-запад. Здесь проживает более 71 тысячи человек. Мы имеем возможность подключить Тверскую область уже, так сказать, к современным ресурсам, для того, чтобы развивать современную систему ЖКХ, которая бы отвечала всем требованиям, а особенно пожеланиям наших граждан. Рейки, мосты и другие инфраструктурные объекты будет пересекать газопровод. Более 50 различных участков. Чтобы не повредить и сохранить имеющийся ландшафт, будут применять технологию горизонтально направленного бурения. Трубы, которые используются при строительстве отечественного производства, как и вся техника и оборудование, задействованное в работе. Программа газификации, она действительно очень амбициоза в Тверской области. И строительство этого газопровода 150 километров, которое позволит дать газ новым 45 тысячам домовладений, существующим, зарегистрированным. И люди в рамках программы дугазификации получат природный газ. Газопровод строится с запасом для возможности обеспечения природным газом промышленных предприятий, сельскохозяйственных. Как отметил в своем выступлении депутат Государственной Думы Владимир Васильев, газ, безусловно, даст новый импульс развитию экономики региона. Тверская область по итогам 2023 года заняла второе место в Центральном федеральном округе по индексу промышленного производства. Это большой результат. Какие же результаты дадут те предприятия, которые перейдут на более удобную и более конкурентно выгодную энергетическую основу на газ? Строительство газопровода отвода разбито на три этапа. Первые два завершатся к 2025 году. Газ придет в Оленино и Нелидово. А на следующий год природный газ появится в Западной Двине.